демократы похоже окончательно определились с кандидатом на выборы россиян готовят к суровой зиме наличие печки с турбой и наличие дров и угля том числе много квартирных домов никогда на данном этапе не будет и парад колясок свердловской области очередное дно точно было пробито всем привет меня зовут ева николашвили эта программа в тренде здесь мы рассказываем о самых актуальных и шокирующих новостях собрала для вас много интересного начинаем камала харрис вероятно все же станет кандидатом в президенты от демократической партии по последним подсчетам сошей тед пресс за нынешнего вице-президента готовы проголосовать около 2700 делегатов съезда тогда как для номинации требуется 1976 голосов сам же кандидата от демократов будет избран до 7 августа по информации за нью-йорк-таймс голосование пройдет онлайн с 1 по 7 августа о том что харрис основной претендент говорит это что к вечеру понедельника ни один демократ кроме нее не объявил о намерении бороться за номинацию а губернаторы о которых говорили как о возможных конкурентах камалы харрис заявили о поддержке именно кандидатуры вице-президента кроме этого у харрис огромная поддержка и спонсоров она установила рекорд собрав всего за сутки внимание 81 миллион долларов на свою президентскую кампанию а вот кто похоже не поддерживает ее кандидатуру так это трамп он уже высказывался они не слишком положительно конечно же демократам на это плевать но я не об этом писатель стивен кинг заявил что трамп якобы отказался от дебатов с харрис пресс-секретарь республиканца отреагировал на это и назвал кинга дураком ну какой трамп такой и пресс-секретарь но если зерно правды в словах кинга есть дело в том что трамп ранее заявил что не будет участвовать в дебатах с вице-президентом на тех самых условиях что и с байденом республиканец хочет провести это мероприятие на канале fox news которая известна своей симпатии к республиканцам как думаете состоятся ли дебаты и может ли это означать что трамп побаивается проиграть харрис пишите свои мысли в комментариях а также ставьте лайки обязательно подписывайтесь на канал у нас интересно но мы пока перенесемся на болото в россию если вы не поняли там госдума принимает все новые и новые законопроекты в этот раз добрались до судебной системы ну как судебной усложнить жизнь решили не судьям людям российские депутаты во вторник планируют рассмотреть законопроект где одна из статей предусматривает увеличение в несколько десятков раз размер госпошлин при обращении в суд я вам не буду приводить все примеры скажу только следующее по новому закону чтобы оспорить решение суда первой инстанции подать апелляционную жалобу придется заплатить вместо нынешних 150 рублей уже 3000 а подать касационную жалобу будет стоить около 5000 рублей суть вы поняли это касается всех и юридических и физических лиц и смотрите как они тут все хорошо придумали решили подзаработать в казну они фабрикуют из воздуха дела пачками и логично что люди подают апелляцию а теперь еще и нормальные такие деньги рубить россиян будут бизнес чувствую намечается весьма прибыльной но то что казна пополнится совершенно не означает что деньги попадут россиянам им наоборот предлагают затягивать пояса а еще готовят к тяжелой зиме правда пока только намеками но звоночки уже пошли вот депутат газдумы рф курулев решил посоветовать россиянам запасаться печкой дровами и углем говорит просто человек военный да и лишним это никогда не будет что вы передадите вот отсюда с титовской сопки с видом на прекрасный город прекрасное озеро жителям проблемных наших городов поселков чего им ждать наступающем сезоне отопительных я конечно с одной стороны оптимист но как человек военный рассматривали худший вариант потому что поэтому все таки я хотел бы чтобы следующий отопительных ну хоть как-то бы вывезли потому что уже время готовится осталось по сути но полтора месяца правда все на этом но запас что не тянет правда поэтому наличие печки с турбой и наличие дров и угля том числе много квартирных домов никогда лично на данном этапе не будет но только по факту как есть честно говоря я правильно понимаю что он советует многоквартирных домах ставить печки и топить там дровами и углем а что по технике безопасности насколько я знаю такое оборудовать не так то и просто и нужно сделать все правильно иначе те кто прислушается к такому совету не факт что переживут зиму да и вообще а что по крупнейшей газовой державе где же газ а знаете это как мультики газ есть но мы вам его не покажем потому что вас документов нет целом в рф так совсем например ремонт есть но мы вам его не покажем к чему это я дело в том что премьер рф мишустин сейчас катается по регионам рф был в хабаровске а сейчас новосибирск должен заехать в последнем мишустину планируют показать новый кампус главного местного вуза но там помнят как мишустин отчитывал за бочки у дороги в магадане хотя бы дорогу с аэропорта когда выезжают посмотрите глазами туристов вот мы сюда сейчас заехали там просто нужно старой бочки убрать навести порядок вот этот элемент извините когда вы но как минимум замечаете мелочи он очень важен выгребать руководство университета от мишустина явно не хочется а новый кампус еще не означает что старый с ремонтом поэтому перед визитом премьера на корпусы университета установили вот такие фальш фасады смотрится конечно убого но главное же что мелочи убрали с глаз мишустина все как он и завещал но вернемся на войну и там все как всегда россияне мрут как мухи а власти плевать и следующее видео снова это вам докажет его снял российский военный и тут вся правда о потерях россиян здесь это просто ужас мухи они как сайт трупные они лезут в лицо везде лезут короче они так надоели уже ну и трупный запах он уже как бы надоел уже тоже тут кругом трупы 29 я потерял последнего нашего бойца ромку роман из 300 нас оставалось двое 29 он погиб 200 так что из 300 я остался один ну пришло пополнение в количестве 30 человек и нас осталось уже 10 так что все хорошо мне покажу но такая реальность обычных россиян не особо устраивает они радуются войне и учат этому своих детей иногда даже спеленок и пока на фронте к россиянам относятся как к пушечному мясу свердловской области провели конкурс детских колясок одна из номинаций называлась маленький патриот но чтобы с детства готовить к мясным штурмам и чтобы вы понимали победила коляска танк с буквами z и v примечательно что в ней находился мальчик семья зырьяновых сделала из сына посмешище а из его коляски макетанка т-90 м прорыв с надписью зырьянов на дуле и победили и даже не только в номинации а их работу признали абсолютным победителем всего парада где были представлены и не военные коляски я бы еще признала эту семейку победителями акции добро пожаловать псих диспансер ну а напоследок о самопожертвовании в америку наконец-то удалось вернуть тело американского ветерана джерика скай магалона он погиб под бахмутом сентябре 2023 года а чтобы вернуть тело понадобилось 9 месяцев в калифорнии погибшего бойца встречала в том числе украинская громада на плакате ее представители написали цитата добро пожаловать домой джерика спасибо за защиту у джерика остались сыновья младшего он так и не успел увидеть и и и и и и и